В начале была идея. Она всегда появляется тогда, когда нужно создать что-нибудь новое. Будь то чемодан на колеску, пенициллин или ложка, который можно из создания. Нам не нужно было всего этого придумывать. Потому что все это уже было придумано до нас. Скука. От нее есть только два выхода. Темный шоколад и хорошее кино. Но дело в том, что если съесть много темного шоколада, то может возникнуть обратный эффект. Можно впасть в глубочайшую депрессию. А если долго сидеть на хорошем кино, начнешь лучше разбираться в людях. А это дорогого стоит. Поэтому мы решили снять фильм, посмотрев который зритель не скажет, что тут же Пьел отдал эти деньги фонду, по борьбе с нефтиными пятнами в мировом океане. И дело пошло. Сценарист, всю жизнь сочинявший психотропные сказки, два месяца не появлялся на людях. И в итоге немного одичал. Что не могло не сказаться на самом сценарии. Но мы решили закрыть на это глаза. Потому что это... КИНО. С трудом найденный оператор взялся в работу с таким усердием, что флешкарты щелкались как семечки от количества снятых дублей и забракованных кадров. Нас-то вполне устраивало. Поэтому закрывать глаза было не зачем. С актерами и массовкой дела обстояли еще хуже. Серые лица, финансовый кризис, завышенная самооценка молодой звезды и еще только вчера научившийся готовить омлет, тянули к одному всему внешнему очарованию идеи. Кому-то нужен был абонемент в суши-ресторан, кому-то стакан холодного чая. Но давно известно, если маяк не гаснет, к нему рано или поздно причалит судно. Не сказать, что ожидание доставляло удовольствие, но результат того стоит. Каждый из этих людей ягод в коричневом дискретном торте. Это не значит, что ее хочется съесть и сразу, или в конце. Для этого есть определенные длины. Но это наши жемчужины. В нашей корзине. Ах да, режиссер. Это хороший парень. Хотя... Если между нами, мы бы могли обойтись и без него. Ах да, режиссер. Надеюсь, у нас есть много. Но как можно было? Но это, что-то очень важно. Ах да, режиссер.